всем привет у меня есть целый килограмм творога я хочу сделать из него плавленый сырок для него беру килограмм творога чайную ложку соды 200 грамм масла 4 яйца и соль будем добавлять потом по вкусу первое первоочередным делом не нужно пакет с творогом высыпать соду прям в пакете буду это все перемешивать чтобы равномерно и как раз одновременно с с размешиванием я просто размер большие комки творога разомну и будет более-менее все однородненько только сейчас чуть-чуть немножко под под увеличившую здесь и поехали все я думаю хватит он видите он стал более однородный такой крупиночки разошлись и он стал ровнее так и теперь мне нужно паровая баня все смотрите я взяла кастрюля q вы просто кастрюль на большого там на дне видите вода хлюпается и беру чашку которая будет хорошо здесь лежать не обращайте внимание вы этого не видите зажигаю огонь сюда я отправляю сливочное масло сюда я высыпаю весь творог сейчас я сразу яйца сюда и сейчас нужно перемешать так чтобы яйца когда начнет процесс активной плавки чтобы яйца не свернулись не сварились надо хорошо перемешать до однородности все наши ингредиенты смешать нужно обязательно все тщательно чтобы потом белок не попадался готовым сваренными кусочками вода еще только начинает порвать поэтому процесс идет пока что очень медленно но все равно отходить не стоит лучше мешать его периодически чтобы ну как бы чтобы все это шло равномерно и принципе можно немного подсолить сейчас но я сейчас вот насыпка наверное чайную ложку но я точно знаю что этого мало по крайней мере по моему вкусу этого мало я потом еще будут подсаливать уже попробовав а сейчас просто посолю чтобы она растворяться начала уже сейчас когда вода внизу закипит я ее поставлю убавлю на минимум чтобы она не кипела бурно убавляю огонь и буду постепенно это все плавить пока что мне удобно это делать ложкой как только она более-менее станет все жиденькое я перейду на лопатку силиконовую а там кое-где и буду венчиком помогать вот смотрите уже прошло вот буквально с момента как я поставила на баню ну сколько всего судя по записи на камере минут пять прошло а то и меньше он уже творог уже стал очень податливый уже не не комкуется вот этими комками до бешеными прям так уже все это комфортно и удобно смотрите он уже такой практически текучий да вот уже такими комочками падает не очень приятными но еще очень много крупинок еще творог еще не весь разошелся но он уже в принципе такой стал жиденький правильно ну вот мы активно его мешаем до полного растворения всех вот этих белых крупинок но как бы если вас они вообще как бы не напрягают то почему нет мы вы их можете оставить но все равно это даже для это для этого случая еще очень рано я на несколько минут буквально добавила огонь на плите опять же довела до процесса кипения воду и теперь смотрите у меня моментально сыр разошелся еще больше появилась пенка но там потому что творог это кисломолочный продукт там есть сода которая так сейчас я огонь опять убавлю пошли там что-то кипеть начало прям сильно и вот смотрите сейчас вот уже в принципе еще ну есть комки но их уже намного меньше еще подплавим немного но уже видите уже уже красота смотрите наша жидкость сырная немного уварилась она стала более такая густая она сопротивляется ложки кое-где попадаются там вот одна одна две крупинки попадаются можно сейчас про перебить это блендером можно не париться но больше уваривать я не хочу потому что если его переварить он будет такой он не будет массаться его на будет резать я такой не хочу я хочу чтобы он был именно ну как плавленый сыр который можно мазать жив же который поэтому я сейчас это все дело выключаю ну сейчас еще пять минут и выключаю и разливаю по формам чтобы не в чашкиш его оставлять правильно формах которых он будет храниться баночки судочки что удобно вот столько сыра у меня получилось один большой контейнер полностью за залила и один контейнер громадный на нем в нем чуть-чуть ну как чуть-чуть вот такой вот он смотрите он уже я только налила его а он уже вот схватывается однородный равномерно расплавился но наш сыр постоял в комнатной температуре при комнатной температуре потом его положила в холодильник до полного остывания вот такой вот он получается посмотрите абсолютно идеальный сыр мажется хорошо в меру густой мирной и не жидкий и не густой очень сырный вкус вкусно и бесподобно даю просто ни один покупной сыр не сравнится с этим вкусом настоящий домашний плавленый сыр самое вкусное самое полезное если вам понравился мой рецепт ставьте лайки подписывайтесь на мой канал напишите делаете ли вы себе такой сыр если делаете то так или не так как я всем спасибо что были со мной всем пока приятного аппетита